Вот новая полиция, говорят, заезжает во все страшные, где нога человека нормального не побывала, заковулки и переулки. А нахрена она тут ездит, тратит бензин драгоценный, когда тут вообще никого нету. Какие тут преступления? Тут вообще людей никаких нету. Лучше бы этот бензин отослали бы батальон добровольческий Слобожанщина и Харьков-1. Там, где они сейчас, на передке находятся. Катаются по углам, по задворкам. Это такой великий подвиг. То есть, получается, в стране тут веками никаких преступлений толком и не было. Ну, какие преступления? Минус 20 мороза. А они так медленно ездят, ездят. Бензик! То есть, податки, налоги наши выезживают по этим дорогам. Не, ну, с одной стороны, хорошо ездят, что ездят. Ну, а это ж не Америка. Мы ж так, Украина не зарабатывает так, как Америка, чтобы так ездить. А люди на передке. У них ни носков, ни теплого, ни хлопчатобумажного белья нету. А они ездят. Лучше бы продали бы этот бензик и отослали батальоном Слобожанщина и Харьков-1 на передок. Потому что это что же МВД? Что же братья-собратья? Жесть какая-то. Не знаю, вот встали и с фонариками ходят. Веками здесь ничего не было. Может, сейчас им сообщили, что что-то приключилось. Ну, сколько себя знаю, вот, со времен независимости Украины, 20 лет, никаких ни преступлений здесь не было вообще, ну, ничего. А именно в этот день, вот, с новой полицией должно бы здесь быть какое-то преступление. Чего оно здесь будет? С каких делов? Это, конечно, невеликий подвиг ходить по парку с фонарями. Хотят тоже кому-то нужно исполнять это. Но на передке это больше великий подвиг отдать людям, Харьков-1, Слобожанщина, какую-то теплую отмондирование, одежду. Все-таки они там хоть как-то рискуют. А здесь какой риск? Пойти углы пообливать. К сожалению, получается, украинцы новая полиция. Таким вот лежебочничеством, такой вот креативной работой, прокатыванием бензина в военное время в Украине, она каким-то образом отбирает добровольческие батальоны того же МВД. Слобожанщины, Харьков-1, Харьков-2 и других батальонов. Получается, не соуравниловка. Получается, в Украине совсем разное такое КПД. Эти мотаются по Харькову во всяких злачных местах, в дырах. Приезжают потом домой в теплые постельки телевизором, курочкам, мамочкам, дядюшкам, тетушкам. А те батальоны-добровольщики, Слобожанщины, Харьков-1, на передке. У них нечем теплое что одеть, переодеться, переобуться. Как-то провести эти хотя бы праздники душевно или недушевно. Хотя бы как-то выжить от холода, не перемерзнуть, не переболеть. И, конечно, украинцам нужно влазить и новой полиции, и милиции во все злачные места Харькова. Конечно, во все дыры. Но так по одиночке, двум особам, прошедшим переаттестации, двум таким положителям, примерным милиционерам, девушкам, девочкам, красивым мальчикам. И нечего там и делать. Потому что туда можно приводить, как говорится, приводить хоть все отделение. Кремезных мужчин и с нормальным коллективом. Так что, украинцы, мы тут сейчас не будем проводить какие-то соцдоследжения, соцопитывания. Кому из бюджета Украины больше предназначить грошей, кому меньше. На новую полицию, добровольщик батальона Слобожанщина, Харьков-1, Харьков-2. Но, ты больше, хлопцы, в арте больше гидности. И в арте больше достоинства, чтобы не бегать по начальникам и там не прыгать, как зайчики на одной ножке. Дайте нам, мы выслужились. Мы вам там, мы вам там. Мы там, кое-что, тараля-ля, кое-что ниже здесь, ниже где-то сделали. Естественно, понятно и изразумимо украинцы, что новая полиция Украины, Харькова, это лицо не только новой власти, а и нового имиджа Украины. Но вы не забывайте, что ту же новую полицию поставить куда-то ближе на передок, когда начнутся реальные боевые действия, ну это естественно нереально. Смысл в том, что те навыки, боевые тактики, там стратегии у добровольческих батальонов, которые уже были на прорыве под Воловахо-Иловайско, отстояли этот город от прорыва Иловайского котла. Когда Порошенко со своими сепарскими генштабом бросил наших добровольческих батальонов, они отстояли, кстати, без потерь. Так вот, этим бойцам сейчас не хватает насущные материалы для несения службы. Просто-напросто. И как они должны идти к власти на побегушки? Как становиться так, нахиляться так, 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 или вообще раком становиться как? Тогда они уже перестанут быть этими бойцами, несущие в себе тактику и стратегию эффективную борьбы с сепаратизмом и с врагом, с оккупантом. А станут обычными ворюгами, от которых проку никакого. Как были некоторые и летом, и зимой тоже на Майдане. Украл, он уже не Майдановец, он уже не боец. Он уже тюх-тюхает домой, чтобы этот пакунок, где он накрал, распаковать и довольствоваться. А патриоты пускай там умирают. Так что я украинцы считаю, что хватит кормить крохами, крошками со стола новой полиции наши добровольческие батальоны Слобожанщина, Харьков-1, Харьков-2 и другие батальоны. По крайней мере, если мы говорим о МВД, потому что это не побегушечные, военизированные, патриотические группировки украинские, проукраинские, способные дать отпор вооруженному, такому как российский оккупант, беспредельщику на нашей земле. Хватит, что пануют беспредельщики там, в Верховной Зраде, потому что это нагидно, непутево, недостойно и отвратительно смотреть на все это. Покатались, покохались, подавились телебачения и снов поехали на работу, опять же кататься. А хлопцы там на передке совсем, совсем служба не мед, я вам скажу, ну хотя бы хоть как-то оказать достоинство, словно мать. Так что ваши пафосы хороши, а еще нужнее. Пять комплектов теплой формы, флиски 15 штук, перчатки, бурки и стельки, размер 42-43, фонарики, берцы зимние, 41-42-43, термоса. Очень холодно сейчас, и поэтому очень нужно не только ваш пафос, а и теплые вещи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok